Привет, просветители, западные выкормыши и все либералистичные друзья. Если вы подписаны на мой телеграм, то думаю, вы оценили шутку. А если не подписаны, то просто поверьте, это было смешно. Ну и давайте уже, ссылка в описании. Несколько недель назад я выпустил ролик о тех многочисленных военно-патриотических мероприятиях, которые необходимо было провести в одной из школ Самарской области. Как показали комментарии, не только Самарской. Видео набрало достаточно много просмотров и вызвало оживленную дискуссию. Срач. Кто-то не понимал, а что это все недовольны. Предатели, что ли? Другие задали вполне логичный вопрос. А что, если я не хочу, чтобы мой ребенок участвовал? Сами вставьте название мероприятия, мы здесь на штраф не нарываемся. Ну, хотя, как сказать. И вообще, какие права есть у родителей, у детей, а у учителей? Никаких. Шутка. С этим вопросом ко мне даже обратился очень популярный YouTube-канал. Но так как я подготовил материалы больше, чем использовал в интервью, я решил, что будет полезно выпустить ролик на эту тему и на своем канале. Что добру-то пропадать. Но вы знаете, как работает этот жестокий мир капитализма. Плохо. Да и каргызская клубника стоит денег, поэтому начнем сразу же после сообщения спонсора. Что может быть восхитительнее дружеских обедов, когда сотрапезники ведут непринужденную живую беседу, облокотясь на белую скатерть? Как люди многоопытные, мы все любили покушать. Да, нас нелегко было накормить. Нет, это не из моих воспоминаний. Так французский романист Альфонс Даде описал обед, где вместе с ним ели Иван Тургенев и Эмиль Золя. Я это к чему? Чтобы так же хорошо и душевно поесть с друзьями, как и великие писатели, не обязательно куда-то ехать. Достаточно заказать доставку разных блюд в Фудбенд. И сами будете сыты, и друзьям и близким угодите. А с моим промокодом АСТАФУ в приложении доставки еды Фудбенд будет еще и большая скидка на все заказы. Приготовят и доставят по всей Москве круглосуточно. В меню много всего. Много пиццы из итальянской печи, классическое и острое, и разные изысканные новинки от бренд-шефа. Много роллов и суши с лососем и морепродуктами. Много поки с рыбкой, креветками или курицей. А еще лапша, вог, подтай и другие блюда с горячей сковородки. Можно вообще взять жареную картошку с грибами, если очень хочется. Напоминаю, в Фудбенд используйте промокод АСТАПОВ. Это скидка до 25% на все блюда, вообще на все заказы. Жмите по ссылкам в описании и приятного аппетита. Первое, о чем стоит сказать, когда мы говорим о такой многоступенчатой и запутанной системе, как образование, надо понимать, что опыт конкретного ученика и родителя может кардинальным образом отличаться от вашего опыта. Я уже миллион раз говорил об этом в роликах. Поговорим в миллион первый, что нам сложно что ли? Но каждый чертов раз в комментарии приходит Джорик с криком. А у меня такого не было, ты врешь? Даже если вернуться к ролику о Самарской области. В комментариях можно найти сообщение от учителей. Нам пришли такие же требования. Но у сына Джорика в школе ничего же не проводили, поэтому хватит нагнетать. Но если моя жена мне изменяет, значит все женщины такие. А вот если у меня нет депрессии, то ее вообще не существует. Приблизительно так логика Джорика работает. Когда мы говорим о системе образования, то имеем дело с некой пирамидой. То есть правительство, министерство просвещения, местные департаменты образования, директор, зауч, учитель. И начиная с местной ступени все может пойти совершенно по-разному. Будет ли департамент требовать от школ отчетов? Ограничится ли директор формальной фоточкой? Усё проведено! Сейчас я вам карту покажу. Или решит каждое мероприятие минимум на 40 минут и с оркестром. Ну а как иначе? Но в конечном итоге все естественно зависит от конкретного учителя и классного руководителя. Что они будут доносить до учеников на уроке. Или не будут. Поэтому опыт даже 11-го А и 11-го Б в одной школе может очень сильно отличаться. Уяснили? А вот у меня? Если посидеть с бабулями на лавочке или посмотреть телевизор, разница невелика. Обязательно наткнешься на фразы «школа не занимается воспитанием» и «где были учителя?» Отчеты заполняли. Но если всё же перевести разговор в область права, ну не всё же кулаком небу грозить. Важно отметить, что начиная с сентября 2020 года российская школа живёт в рамках поправок к закону об образовании. В котором указано, что понимается под воспитанием в этом самом образовании. Формирование чувства патриотизма и гражданственности. Уважение к памяти защитников Отечества и подвигам героев Отечества. К закону и правопорядку. Человеку труда и старшему поколению. Взаимного уважения, бережного отношения к культурному наследию и традициям. Вот оно, официальное школьное российское воспитание. С такой формулировкой у кого-нибудь ещё возникает вопрос? Что-то патриотических мероприятий многовато. Именно для взращивания патриотизма воспитание и вернули официально в наши школы. Можете радоваться или печалиться, это ваш выбор. Но факт остаётся фактом. Если раньше открываешь закон об образовании и видишь в перечне реализуемых программ только основные образовательные. Ну, поэтому и закон об образовании. То теперь там находится и воспитательная работа, которая, безусловно, и до этого проводилась. Но на данный момент это уже официальная миссия школы. Все жаждущие воспитания от Марьи Ивановны выдохните. Ваш звёздный час настал. Естественно, и до сентября 20-го у каждого учебного заведения был план воспитательной работы, который составлялся ещё до начала учебного года на всю школу. И всегда в этом планировании присутствовали патриотические мероприятия. Так что это не какое-то новшество. А то некоторых послушаешь и создаётся впечатление, что вот патриотизм вернулся из школы буквально в этом феврале. Серьёзно? Да, серьёзно. Концентрировались эти мероприятия всегда вокруг 23 февраля и 9 мая. Думаю, любой выпускник 90-х и 2000-х вспомнит подобные линейки. Я вот помню. Ну и если говорить о Москве и Подмосковье, то даты битвы под Москвой тоже, конечно же, всегда учитывались. Какие конкретные мероприятия проводятся в той или иной школе во многом зависят от традиций, в том числе советских. Если ко дню Защитника Отечества в школе было принято проводить смотр строя песни, то велика вероятность, что он проводится до сих пор. Надо понимать, что для нашего образования, если что, это исключительно моё мнение, я буду очень рад оказаться неправ, наиболее важны два слова – охват и отчёт. И школе, и департаменту образования важно отчитаться о больших охватах, в том числе и патриотических мероприятий. Более того, создаётся ощущение, что сейчас исключительно патриотических. Несколько дней назад в Телеграме я рассказал, что зашёл в официальный паблик детского эколого-биологического центра. Да, у каждого свои развлечения, и не вам меня осуждать. И вот, что я там увидел. Внимание, детский эколого-биологический центр. Вот они посты. С последнего и назад. Где моя шпаргалка? Россия дала упреждающий отпор. На Украине нет фашизма. Российская экономика держит удар. Попытка Запада сломить Россию. Спецоперация на Украине идёт по плану. Наши воины. Российский народ поддерживает решение президента. Попытка Запада сломить Россию. Принимая решение проведения спецоперации, наш президент, заведующая детским садом поддержала президента. А где здесь хотя бы капля биологии или щепотка экологии? А? Зато в графе патриотическое воспитание данный эколого-биологический центр может смело ставить галочку. Но вернёмся к охватам. Думаю, многие видели школьные документы в интернете. Какой процент юнормейцев от общего числа учеников? Какой процент то? Какой процент всё? И чтобы быть высоко в рейтинге, а это в том числе и финансирование, надо эти охваты повышать. Школа не блистает в ЕГЭ и ОГЭ? Наберёмся за воспитательную работу. Активно. Но что если вы не хотите, чтобы вашего ребёнка активно воспитывали чужие дяди и тёти? Ну, такой вот вы удивительный фрукт читаете, что вы сами должны этим заниматься. Он думает, что знает лучше, что нужно его ребёнку, чем Мария Ивановна. Караул. Ну вот кажется вам, что осваивать программу это одно, а маршировать и выстраиваться для фоточек другое. Говорю же, предатель. У нас есть закон о образовании, и в нём присутствуют два важных пункта. Первый. Обучающийся имеет право на свободное выражение собственных взглядов и убеждений. Второй. Участие в массовых мероприятиях носит добровольный характер. Никто по закону не может заставить детей участвовать в акциях, митингах и других подобных мероприятиях. Поэтому просто письменного обращения на имя директора должно быть достаточно. Сказал бы я до 24 февраля, но теперь я ни в чём не уверен. О чём ещё важно помнить, и о чём очень часто забывают. По этому же закону учащиеся обязаны добросовестно осваивать образовательные программы. Так против обычных уроков вроде никто и не выступает. А у нас программы реализуются не только на уроках, но и во время внеклассных мероприятий. И если они включены в план воспитательной работы, то тут всё по букве закона. И вот как раз воспитательные мероприятия вполне могут быть посвящены военно-патриотической теме. Включены ли те мероприятия, которые сейчас присылают школы в план воспитательной работы, сомневаюсь. Если только в августе 21-го школьные ванги не включили в программу письма солдату и беседы об Украине. А если этого занятия нет в плане, то оно уже не попадает в действия ФЗ об образовании. И вот здесь мы к учителям переходим. Учитель обязан действовать в рамках образовательной программы. А если в программе нет уроков об импортозамещении и санкциях, то, простите, я могу не проводить подобный урок. Но, и это громадное но, учителю в этом коллективе ещё работать. И если я весь такой осознанно и заявлю, что это не входит в мои должностные обязанности... Закон почитайте. Администрация наверняка сделает всё возможное, чтобы я почувствовал, как меня здесь все любят. Но это же несправедливо, надо жаловаться. Точно. Куда? В департамент образования, который сам же эти мероприятия испускает? Или местным чиновникам, которые те же самые фоточки у себя в соцсетях публикуют? У нас так-то и образование вне политики. Напомнить вам про эколог и биологический кружок? И вот поэтому некоторым учителям сейчас приходится уходить из школы. Возникает следующий вопрос. А может ли сама школа отказаться что-то проводить? Не конкретный педагог, а вот целая школа? Вряд ли после февраля вам кто-то сможет ответить на этот вопрос. Но если только директор. Надо понимать, что руководство школы назначается. Надо продолжать. А о чём у нас в медиапространстве активно говорят? О врагах, предателях, пятой колонне. Критиковать нельзя, иначе дискредитация. Готово ли руководство школы принять на себя такой удар? Вопрос. Вот просто подумайте. Директор отказался проводить патриотическое мероприятие. Кто он? Верно. Предатель. Западный выкормыш. А ещё стоит помнить, что от хороших отношений с местным руководством зависит финансирование. К примеру, ремонт. Если заглянуть в мой телеграмм и посмотреть на состояние некоторых российских школ, создаётся впечатление, что у нас каждый директор настоящий революционер и бунтарь. Правильно это или неправильно, это уже другой вопрос. Но, увы, это просто данность. Если же вернуться к проблемам родителей и учеников, я всё ещё верю. Повторю, только моя позиция, могу ошибаться. Отчёты и красивая картинка гораздо важнее многим руководителям школ, нежели любые попытки что-то там доказать родителям. Поэтому, если вы появитесь в школе и скажете, что вы против участия ребёнка в «срочном и обязательном мероприятии», а ещё попросите показать вам план воспитательной работы, в котором неплохо бы этой активности всё же оказаться, велика вероятность, что вашу семью просто оставят в покое. Никто не хочет выносить ссор из избы. Но, опять же, всё от конкретной школы зависит. Друзья, если вам понравилось это видео, обязательно поддержите его лайком. Кроме того, не забывайте подписываться на мой телеграмм, там достаточно интересно. А я встречусь с вами уже на следующей неделе в понедельник в 17.00 по Москве в моём новом видео. Всем хорошего дня и до встречи!